Ну а сегодня юный бодрый дед за 60 лет продолжит часть 5 цикла «Все о богах и героях Древней Греции». Расскажу я вам сегодня под фортепианное сопровождение про Ареса, Афродиту, Эрота и Гиминея. Арес у римлян – это Марс, Афродита у римлян – это Венера, Эрот у римлян – это Амур или Купидон, а Гиминей – это бог брака. Бог войны – неристовый Арес, сын громоверца Зеса и Геры. Не любит его Зевс. Часто говорит он своему сыну, что он самый ненавистный ему среди богов Олимпа. Зевс не любит сына за его кровожадность. Не будь Арес его сыном, он давно не зверг бы его в мрачный тартар, туда, где томятся титаны. Сердце свирепого Ареса радует только жестокие битвы. Невистовый носится он средь грохота оружия, криков и стонов сражавшихся. Сверхающим оружием и с громадным щитом. Следом за ним несутся его сыновья. Демос и Фобос – ужас и страх. А рядом с ним богиня раздора Эрида. И сеющее убийство богиня Эню. Кипит, грохочет битва, ликует Арес. Со стоном падают воины, торжествует Арес. Когда сразит своим ужасным мечом воина и хлынет на землю горячая кровь. Без разбора разит он направо и налево, груда тел вокруг жестокого бога. Свереп, неистов, грозен Арес. Но победа не всегда сопутствует ему. Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери зевства Афине Палладе. Побеждает она Ареса мудростью и спокойным сознанием силы. Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом. Особенно если им помогает светлоокая Афина Паллада. Так поразил Ареса медным копьем герой Диомет под стенами Трои. Сама же Афина направила удар. Далеко разнесся по войску троянцев и греков ужасный крик раненого бога. Словно десять тысяч воинов скрикнули сразу, вступая в яростную битву. Так закричал от боли покрытый медным доспехом Арес. Сдрогнули в ужасе греки и троянцы. А неистовый Арес понесся вперед, окутанный мрачным облаком, покрытый кровью, с жалобами на Афину к отцу Зевсу. Но отец Зевс не стал слушать его жалобы. Он не любит своего сына, которому приятны лишь распри битвы и убийства. Даже жена Ареса, прекраснейшая из богинь Афродита, приходит на помощь своему мужу, когда он в пылу битвы встретится с Афиной. И тогда выходит победительницей любимая дочь громовержца Зевса. Воительница Афина одним ударом повергает на землю прекрасную богиню любви Афродиту. Со слезами возносится на Олимп вечная юная дивно прекрасная Афродита. А вслед ей раздается торжествующий смех и несутся на смешки Афины. Неизнеженной, ветреной богиней Афродите часто приходится вмешиваться в кровавые битвы. Она будет в сердцах богов и смертных только любовь. Благодаря этой власти, благодаря любви царит над всем миром она. Никто не может избежать ее власти, даже боги. Только воительница Афина, Гестия и Артемида не подчинены ее могуществу. Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с мягкой волной золотых волос, как венец, лежащих на ее прекрасной голове, Афродита олицетворяет божественную красоту и неуядаемую юность. Когда она идет в блеске своей красоты, в благоухающих одеждах, тогда ярче светит солнце, пышнее цветут цветы. Дикие лесные звери бегут к ней из чащи леса. К ней стаями слетаются птицы, когда она идет по лесу. Львы, пантеры, барсы и медведи кротко ласкаются к ней. Спокойно идет среди диких зверей Афродита, гордая своей лучезарной красотой. Ее спутницы, орлы и хариты, богиня красоты и грации, прислуживают ей. Они одевают богиню в роскошные одежды, причерзывают ее золотые волосы, венчают ее голову сверкающей диадемой. Около острова Кефера родилась Афродита, дочь Урана, из белоснежной пены морских волн. Легкий, ласкающий ветерок принес ее на остров Кипр. Там окружили юные орлы, вышедшую из морских волн богиню любви. Они облекли ее в златотканную одежду и венчали венком из благоухающих цветов. Где не ступала Афродита, там пышно разрастались цветы. Весь воздух полон был благоуханием. Эрот и Гемеррот, Гемеррот это бог страстной любви, повели дивную богиню на Алим. Громко приветствовали ее боги, Ну еще бы. С тех пор всегда живет среди богов Олимпа золотая Афродита, вечно юная, прекраснейшая из богинь. Афродита дарит счастье тому, кто верно служит ей. Так дала она счастье и Пигмалиону, великому кипрскому художнику. Пигмалион ненавидел женщин и жил уединенно, избегая брака. Однажды сделал он из блестящей белой слоновой кости старую девушку необычайной красоты. Как живая стояла эта статуя в мастерской художники. Казалось, она дышит. Казалось, что вот-вот она двинется и пойдет, и заговорит. Целыми часами любовался художник своим произведением и полюбил, наконец, созданную им статую. Он дарил ей драгоценные ожерелья, запястья и серги, одевал ее в роскошные одежды, украшал голову венками цветов. Как часто шептал Пигмалион, «О, если бы ты была живая, если бы могла отвечать на мои речи, о, как бы счастлив я был!» Но статуя была нема. Наступили дни праздненства в честь Афродиты. Пигмалион принес богине любви в жертву белую телку с вызолоченными рогами. Он простерг богине руки и молитвой прошептал, «О, вечные боги, и ты, золотая Афродита, если вы можете дать все молящему, то дайте же мне жену столь же прекрасную, как та статуя девушки, которая сделана самим мной». Пигмалион не решился просить богов оживить его статую. Он боялся прогневать такой просьбой богов-олимпийцев. Ярко вспыхнуло жертвенное пламя перед изображенными богинями любви Афродиты. Этим богиня как бы давала понять Пигмалиону, что боги услышали его мольбу. Вернулся художник домой. Подошел он к статуе, и «О, счастье! О, радость!» Статуя ожила. Бьется ее сердце, в ее глазах светится жизнь. Так дала богиня Афродита красавицу-жену Пигмалиону. Но кто не чтит золотую Афродиту, кто отвергает дары ее, кто противится ее власти, того немилосердно карает богиня любви. Так покарала она сына речного бога Кефиса и нимфы Лаврионы, прекрасного, но холодного, гордого нарцисса. Никого не любил он, кроме одного себя самого. Лишь себя считал достойным любви. Однажды, когда он заблудился в густом лесу, во время охоты увидала его нимфа Эхо. Нимфа не могла сама заговорить с нарциссом. Над ней тяготело наказание богини Герры. Молчать должна была она. А отвечать на вопросы она могла лишь тем, что повторяла их последние слова. А молчала она лишь потому, что Герра ее наказала за то, что до этого она много болтала. Вот, дамы дорогие, мотайте себе на ус. С восторгом смотрела Эхо на стройного красавца-юношу, скрывая от него лесный взгляд. Нарцисс огляделся кругом. Не зная, куда ему идти, он громко крикнул «Эй, кто здесь?» «Здесь!» раздался громкий ответ Эхо. «Иди сюда!» крикнул нарцисс. «Сюда!» ответила Эхо. С изумлением смотрит «Прекрасный нарцисс по сторонам и никого не видит!» «Нету никого!» Удивленный этим, он громко воскрикнул «Сюда!» «Скорей сюда!» «Ко мне!» И радостно откникло Эхо. «Ко мне!» Протягивая руки, спешит к нарциссу Нимфа из леса, но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша, ушел от поспешного прикосновения Нимфы и скрылся сам в темном лесу. Спряталась в непроходящей чаще и перевернулся от Нимфы он. Она страдала от любви к нарциссу. Никому не показывается и только печально отзывается на всякий возглас. Несчастное Эхо. А нарцисс остался по-прежнему гордым, самовлюбленным и никого не уважающим. Он отвергал любую любовь всех, кто влюблялся в него. Многих Нимф сделала несчастным его гордость. И раз одна из отвергнутых им Нимф воскрикнула «Полюби же ты, нарцисс, наконец-то, и пусть не ответят тебе взаимностью человек, которого ты полюбишь!» Исполнилось пожелание Нимфы. Разгневалась богиня любви Афродита на то, что нарцисс отвергает ее дары и наказала его. Однажды весной во время охоты нарцисс подошел к ручью и захотел напиться в студеной воды. Еще ни разу не касалась вот его. Ручья ни пастух, ни горная козы, ни разу не падала в ручей, сломанная ветка, даже ветер не заносил в ручей лепестков пышных цветов. Вода его была чиста и прозрачна. Как в зеркале отражалось в ней все вокруг и кусты, разросшиеся по берегу, и стройные кипарисы, и голубое небо. Нагнулся нарцисс к ручью, опершись руками на камень, выступающий из воды, и отразился в ручье весь, во всей своей красе. Тут-то постигла его кара Афродиты. В изумлении смотрит он на свое отражение в воде, и сильная любовь овладевает им. Полными любви глазами он смотрит на свое изображение в воде. Она манит его, зовет, простирает к нему руки, наклоняется, нарцисс к зеркалу воды, чтобы поцеловать свое отражение, но целует только студеную прозрачную воду ручья. Все забыл нарцисс, он не уходит от ручья, не отрываясь, любуется самим собой, так сильно действует проклятие. Он не ест, не пьет, не спит, наконец, полный отчаяния восклицает нарцисс, простирая руки к своему отображению. О, кто страдал так жестко? Нас растеряют не горы, не моря, а только полоса воды. И все же не можем мы быть с тобой вместе, выйди из ручья. Задумался нарцисс, глядя на свое отражение в воде. Вдруг страшная мысль пришла ему в голову, и тихо шепчет он своему отражению, наклоняясь к самому себе в воде. О, горе, я боюсь, не полюбил ли я самого себя? Ведь ты это я, а я это ты. Я люблю самого себя. Я чувствую, что немного осталось со мной жить, едва расцветавшую увяну и сойду в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня, смерть принесет мне конец моим угол от моей любви. Покидают силы нарцисса, бледнеет он, чувствует уже приближение смерти, но все-таки не может оторваться от своего изображения в воде. Плачет нарцисс, падают его слезы в прозрачные воды ручья. По зеркальной поверхности воды пошли круги и пропало прекрасное изображение. Со страхом возгрипнул нарцисс. О, где ты? Вернись! Останься! Не покидай меня! Ведь это жестоко! О, дай хоть посмотреть на тебя! Но вот опять спокойная вода, опять появилось отражение, опять не отрываясь смотрит он на него. Сам смотрит нарцисс на свое отражение в воде. Тает он на глазах, как цветок в лучах горящего солнца. Видит и несчастная нимфа эхо это все, как страдает нарцисс. Она по-прежнему любит его. Страдания нарцисса больно сжимают ее сердце. О, горе восклицает нарцисс! О, горе восклицает эхо! Наконец измученный, ослабленный голосом воскрикнул нарцисс, глядя на свое отражение. Прощай! И еще тише, чуть слышно прозвучал отклик нимфы эхо. Прощай! Склонилась голова нарцисса на зеленую прибрежную траву, и мрак смерти покрыл его очи. Умер нарцисс! Плакали в лесу молодые нимфы, и плакало эхо. Приготовили нимфы юному нарциссу могилу, но когда пришли за его телом, то не нашли его. На том месте, где склонилась на траву голова нарцисса, вырос белый душистый цветок. Цветок смерти. Нарциссом и назвали этот цветок. Теперь цветок нарцисс и олицетворяет смерть. Но богиня любви, так покаравшая нарцисса, знала и сама муки любви, и ей пришлось оплакивать любимого ее Адониса. Она любила сына царя Кипра Адониса. Никто из смертных не был равен ему красотою. Он даже был прекрасней богов олимпийцев. Забыла для него Афродита и патмос, и святущую кеферу. Адонис был ей милее даже светлого олимпа. Все время проводила она с юным Адонисом. Вот как проводят время богини. Ух, нам бы сейчас! С Адонисом охотилась она в горах и лесах Кипра, подобно деве Артемия. Забыла Афродита о своих золотых украшениях, о своей красоте, о своих привычках, о своих одеждах под палящими лучами, и в непогоду охотилась она на зайцев, пугливых оленей и серн, избегая охоты на грозных львов и кабанов. У Адониса просила она также избегать опасности охоты на львов, медведей и кабанов, чтобы случайно не пораниться и не случилось бы, чтобы с ним какое-либо несчастье. Редко покидала богиня царского сына, а покидая его, каждый раз молила помнить о ее просьбе беречь себя. Однажды в отсутствие Афродиты собаки Адониса во время охоты напали на след громадного кабана. Они подняли зверя и погнались с лаем за ним. Гнали его, гнали, а он убегал. Адонис радовался такой богатой добыче. Он не предчувствовал, что это последняя охота. Все ближе лая собак. Вот уже мелькнул громадный кабан среди кустов. Адонис уже готовился пронзить своим копьем, как вдруг, кинулся на него кабан и своими громадными клыками смертельно ранил любимца Афродиты. Так и умер Адонис от страшной раны. Когда Афродита узнала о смерти Адониса, то полное невыразимого горя пошла она в горы Кипра искать тело любимого юноши. По крутым горным стремнинам среди мрачных ущелий по краям глубоких пропастей шла Афродита. Острые камни и шипы терновника изранили нежные ноги богини. Капли крови падали на землю, оставляя след повсюду, где проходила богиня. Наконец нашла Афродита тело Адониса. Горько плакала она над рано погибшим прекрасным юношей. Чтобы навсегда сохранить память о нем, велела богиня вырасти из крови Адониса нежному Аннемону. А там, где падали из раненых ног пышные розы, алые, как кровь Афродиты. Сжалился Жзаевс громовеждец над горем богини любви. И велел он брату своему Аиду и жене его Персифоне отпускать каждый год Адониса на землю из печального царства теней умерших. С тех пор полгода остается Адонис в царстве Аида, а полгода живет на земле с богиней Афродитой. Вся природа ликует, когда онлайнся юной прекрасной возлюбленной Афродиты Адонис. Продолжает прекрасная Афродита царить над миром. У нее, как у Зесса громовежца есть посланник. Через него выполняет она свою волю. Этот посланник Афродиты сын ее Эрот. Веселый, шаловливый, коварный, а подчас и жестокий мальчик. Этот носится на своих блестящих золотых крыльях над землями и морями, быстрый и легкий, как дуновение ветерка. В руках его маленький золотой лук, за плечами колчан со стрелами. Никто не защищен от этих золотых стрел, без промаха попадает в цель Эрот. Он, как стрелок, не уступает самому стреловержцу, златокудрому Аполлону. Когда попадает в цель Эрот, глаза его светят с радостью, гордостью. Он с торжеством высоко закидывает свою курчавую голову и громко смеется. Стрелы Эрота несут с собой радость и счастье, но часто несут они страдания, муки любви и даже гибель. Самому золотокудрому Аполлону, самому тучегонителю Зевсу немало страданий причинили эти стрелы. Зевс знал, как много горя и зла принесет с собой в мир сын золотой Афродиты. Он хотел, чтобы умертвили его еще при рождении, но разве могла допустить это его мать Афродита? Она скрыла Эрота в непроходимом лесу и там в лесах, в дебрях, в чаще вскормила малютку Эрота. Молоком своим две свирепые львицы помогали ей кормить. Вырос Ирод, и вот носится он по свету, по всему миру юный прекрасный и сеет своими стрелами в мире то счастье, то горе, то добро, то зло. Есть еще один помощник и спутник у Афродиты. Это юный бог брака Гименей. Он летит на своих белоснежных крыльях впереди свадебных шествий. Ярко горит пламя его брачного факела. Хоры девушек призывает во время свадьбы Гименея зовут его, моля его благословить брак молодых и послать радость их будущей жизни. Гименей добросовестно выполняет свои обязанности, неся радость будущим супружеским парам. Вот такие прекрасные повествования о богах и героях Древней Греции на сегодня поведал вам юный бодрый дед за 60 лет. На этом будем заканчивать под прекрасную фортепианную музыку данную историю. Будьте добры, будьте здоровы, будьте счастливы и, конечно же, богаты. И все будет у вас хорошо, если вы будете вести здоровый образ жизни. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин